Воспитанники детского сада номер 9 не только творчески воспевают природу. С малых лет ребятам рассказывают об уникальности растений и животных Кузбасса. Учат детей бережному отношению к окружающему миру. Финальной точкой экологического воспитания стал детский праздник посвящения веколят. В нашем детском саду с сентября по май проходят различные экологические мероприятия. Ребята в течение года участвуют в разных конкурсах, рисуют рисунки, делают поделки. Мы с ними много мероприятий проводим, рассказываем им, как бережно относиться к природе, к животным, к растениям. Дети с удовольствием в этом возрасте все играючи принимают. Учат веков в чистоте, учат солнце в доброте. У природы круглый год обучаться нужно, ведь ее лесной народ учит крепкой дружбе. В гости к ребятам пришли сказочные персонажи – лесовичок и его лесные волшебники. Шалун, Умница, Тихоня и Елочка. Каждый персонаж приготовил сложное задание малышам для того, чтобы определить достойных, носить почетное звание юных защитников природы. Ребята рассказывали, как правильно вести себя в лесу, отгадывали природные загадки, складывали и расшифровывали запрещающие знаки, собирали мусор на полянках. Сегодня ребята вступают в ряды эколят. Посвящение проходит по всем законам. Беречь природу, не мусорить, высаживать деревья и заботиться о животных. Маленькие экологи клянутся строго следовать этим правилам. Высаживать новые деревья и ухаживать за ними. Обещаем? Обещаем! Зеленые галстуки повязывают на шеи каждому малышу. Теперь эколята стали на шаг ближе к тому, чтобы стать настоящими друзьями природы. Я на свете солнце, чисто в небе, весело дорожу чарушки, на пушке леса водки ели.